МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Москва", Киевский вокзал. Спешка, сутолок и чемоданы, сумки. Все проносится, мелькает и совсем не до того, чтобы окинуть взором это красивое здание вокзала. 1 августа 1899 года здесь тоже было людно. Кто-то торопился на первый поезд новой железнодорожной линии, а кто-то просто приходил взглянуть на только что построенный вокзал. Тогда он назывался Брянским. Жители города увидели деревянное одноэтажное здание совершенно провинциального вида и были просто поражены. Что такой сарай, такой сруб делает в Москве? Тут же Брянский вокзал начали высмеивать. И карикатуры даже там рисовали, и в газетах писали про него, и в народе. Надо сказать, что критика подействовала. Было принято решение построить для Брянского вокзала новое каменное здание. Стройку начали в 2014 году, а закончили лишь 4 года спустя. Величественное в строгих формах неоклассицизма здание построил архитектор Иван Рерберг. Конечно, ни в какое сравнение с прежним оно не шло, но больше всего поражал грандиозный дебаркадр над пероном. Само по себе наличие дебаркадра, это не было что-то вот такое, из ряда вон выходящее, но вот именно инженерное решение его выдвинули на первый план. Автором этого дебаркадра был известнейший русский инженер Владимир Шухов, который спроектировал вот эти вот грандиозные параболические арки, 31 штука. Это важно, потому что потом из них останется гораздо меньше. Сегодня родных шуховских арок осталось всего 4. В начале 2000-х, когда стало понятно, что перекрытия полностью повреждены коррозией, их заменили, так же, впрочем, как и стеклянный купол. Поэтому называть дебаркадр сегодня шуховским довольно сложно. Принцип – да, а материалы – нет. Все устаревает, портится, нуждается в замене, чего не скажешь о часах на башне, главном украшении вокзала. Если не брать куранты, это единственные механические часы, потому что все остальные, вот там, 400 с чем-то этих городских часов, которые на столбах, там, в Москве, они все автоматически переводились. В 1934 году Брянский вокзал переименовали в Киевский. А в 40-е в его высокие украшенные росписью залы добавили символику в духе советского времени. Тогда же к зданию был пристроен корпус пригородных поездов с вестибюлем станции метро «Киевская». Пути электрички и метро шли параллельно, поэтому образовалось эдакое место общения двух цивилизаций. И вот если едет так вот рядом метро электричка, они очень часто пересвистываются, обмениваются такими вот приветствиями, даже иногда пытаются гоняться. Но метро все время проигрывает, потому что электрички идут либо на вокзал, либо с вокзала, а у метро есть остановка, станция студенческая. Никак и нельзя проехать. А так еще кто бы знает, что получилось. В 2000 году в рамках российско-бельгийского проекта реконструировали привокзальную площадь. Современная авангардная площадь Европы совсем не похожа на территорию, благоустроенную еще Рейрбергом, и уж тем более на Бережковские огороды, которые находились здесь чуть более ста лет назад. Тут были деревянные домишки, съестные лавочки и вокзал. Как тогда, так и сейчас он главный на этом месте. КОНЕЦ